Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы, и в этом ролике расскажу о лечении мигрени. Расскажу о новых препаратах против мигрени, которые вдвое сокращают частоту приступов. Этими препаратами являются фремонезумам, эриненумам и галконезумам. Что очень приятно, это препараты, которые обладают длительным действием. Вводятся они один раз в месяц в виде инъекции. В результате лекарство сокращает среднее количество месячных головных болей. Что интересно, созданы они на основе моноклональных антител, которые секретируются иммунными клетками. Действие этих препаратов направлено против пептида, связано с геном кальцитонина CGRP, который продуцируется в нервных клетках. Выделение CGRP вокруг нервных клеток в голове приводит к воспалению тканей и к расширению кровеносных сосудов, следовательно приводит к мигрени. Новые лекарства блокируют выделение CGRP. Что интересно, эти препараты имеют доказательную базу, очень активно изучаются. Я нашел исследование, в котором участвовали 955 человек. В исследовании говорится о том, что до начала эксперимента проводилась такая выборка. Отобрали пациентов, которые в среднем 8 дней в месяц страдают мигрени. Это общее количество разделили на три группы. В первой группе это 317 пациентов, которые принимали 70 мг препарата 1 раз в месяц в течение 6 месяцев. Что интересно, за этот период вот это среднее количество дней с мигренями в течение месяца уменьшилось с 8 до 5. Во второй группе участвовало 319 пациентов, которые принимали уже 140 мг один раз в месяц в течение 6 месяцев. Здесь результат шикарный. Получается, вот это среднее количество дней уменьшилось с 8 до 4. И в третьей группе участвовало 319 пациентов, которым давалось плацебо. В этой группе уменьшение произошло всего лишь на один день, то есть с 8 до 7. Результат исследований очень неплохой. Я буду ждать доказательную базу по долгосрочности эффекта и, конечно же, доказательную базу по безопасности. Если вы хотите более подробно ознакомиться с этой статьей, вы можете ее найти в New England Journal of Medicine. Ниже в описании под роликом я оставлю ссылку на источники, доказательную базу. Задавайте нам свои вопросы, ставьте палец вверх, делитесь своим мнением. Встретимся в следующем ролике.